Всем бон джия! Доброе утро, мои хорошие! Мы вернулись в Итапэму, наконец-то! Господи, я так скучал по дому! Ай, эти родные стены! Меня манят снова в кровать поспать. Слушайте, мы сейчас... Точнее, что я сейчас? Муж ушел на работу, я остался дома, у меня через полчаса начинается мой рабочий день. Вот, а я пока себе быстренько готовлю завтрак. Вот, хочу сделать чай. Мы купили китайский чай вчера в японском переулке в Сан-Пауло. Японский переулок, купили чай китайский. Ну, бог с ним. Короче, вот такой чай. Я никогда еще его не пробовал, но мне кажется, все они на один вкус одинаковые, поэтому будем сегодня тестировать. Вот. И я получу посылочку из России. Мама и моя сестра прислали мне халву и прислали мне зефирок. Мини-распаковочка в деле. Смотрим, значит, что у нас на сегодня есть. Халва. Адзовская кондитерская фабрика. Срок годности еще не вышло до 23-го года с учетом того, что посылочка шла 3 месяца. Я, кстати, удивился бы. А, так, а кто изготовитель? Азовская. Где это? Московская область, Азовская кондитерская. А, Азов, Ростовская область. Все верно, наверное. Дальше зефир. Белевский. Ой, что вам сказать. Я, кстати, такой зефир еще никогда не пробовал, даже будучи в России. Дата изготовления апреля 23-го. Все ок. Слушайте, ну картинки вообще шикарные. Те, которые делают упаковку в России к конфетам вот эти, знаете, есть там ассорти. Я не говорю сейчас за качество, говорю сейчас за качество, за качество продукта не говорю. Я говорю за качество упаковки. Но картинка шикарная. Посмотрите, какие яркие цветы. И что у нас здесь? И роза есть. И хризантема есть. И что это за растение? Подскажите мне, я не знаю. И это тоже забыл растение. Смотрите, какой чайный сервис. Ни о чем. Но чайный классный, кстати. Большой такой, семейный. Наверное, на литр 100%, чтобы заваривать чай. И что у нас на тарелочке? Зефир. Ага. Красота. Давайте его распакуем один и посмотрим. Мне прям очень интересно. Ну, ребятки, давайте не будем смотреть и не забывать, что он три месяца шел. И я, честно, не знаю, в каких условиях он находился. Может, он вообще по морю шел. Вот, через Атлантический океан. Но самое главное, что форму продажную он сохранил. И знаете, прикольно то, что, знаете, одна половина, она вот в сироп то ли выделился, что ли, что это такое. А вторая половина, все хорошо. Я надеюсь, это не с качеством продукта связано. Вот. И второй зефир, это... Я не знаю, что это за фирма. Ботаника. Ботаника. Так называется, да? Ботаника. Вот. Написано, что натуральный. Так. Сегодня буду тестировать русские продукты и чаек. Блин, я, кстати, так хочу посмотреть, что это за чай. И, наконец-то, готов наш телевизор, который сломался две недели назад. Его пустующее место сегодня займет его же хозяин. Вот. Поэтому... История с телевизором абсолютно была непонятна. У нас были в гостях гости. На тот момент я чем-то занимался там домашними делами. Филиппе сидел с нашей подругой. И... Просто смотрели телевизор или что-то у них фоном шло. И мы вот что-то во время этого делаем, делаем, делаем. И бац! Мне Филиппе говорит, Коль, телевизор не работает. Я говорю, как? Смотрю, и правда, темнота. В розетку вставлено, ничего не горит. Проверили через другую розетку. Тоже не горит. Ну, начали в интернете искать. Разные причины. Я снял заднюю панель, посмотрел визуально, что там есть. Нашел одну плату, которая была немножко спаленый участок. Ну, думаю, ну, пойдем, значит, в ремонт относить. Наконец-то собрались с мыслями. Через неделю отнесли его в ремонт. Вот. И за неделю, кстати, даже за меньше, за три дня его сделали. Потому что я был в этот момент в Сан-Пауло. А Филиппе был здесь. И он мне такой говорит, Коль, телевизор готов. Ну, вот сегодня вечером или в обед, после обеда, скорее всего. Точно после обеда сегодня поеду, заберу телевизор. Дай бог. Потому что Филиппе без телевизора жить не может. Еще у нас нету чайника. Вы не смотрите, полотенце не грязное. Полотенце имеет пятна. Рабочие пятна, которые уже ничем не выводятся. Я, кстати, все полотенца кипячу. Кипячу с порошочком. Кипячу там с ванишем для белого. Кипячу все это в кастрюле. Но ничего не помогает. Надо, короче, все это выкидывать. Ну, впереди у нас в сентябре огромная поездка-переезд. Ай, дай бог. Новый дом. Рум-тура точно. Рум-тура 100% туда будет. Я снял полотенце. Мне так стыдно с ним. Вот. Нет чайника. Чайник, потому что спалился. Делаю это в ковшике. Кипячу воду здесь. Ну, что сказать. Заварил себе чай. Так и знал, что нужно было добавлять два пакетика, потому что цвет меня вообще не устраивает. Для меня это слишком светлый. И не крепкий чай. Я люблю крепкий чай. Не чефир, конечно, но так, чтобы чувствовалась... Прошу прощения. Чувствовалась терпкость. Вот. И положил себе халвы немножко. Покушаем. Посмотрим. Ну, кстати, я уже попробовал халву. Ок. Я обожаю арахисовую халву. У меня сейчас тарелки это подсолнечное. Ну, видимо, не было в посылке. Или кто-то забрал из посылки. Вот. Кстати, я вот еще пробовал вот этот зефир. Эко. Эко Ботаника. Фирма. Мне понравился. Его текстура такая более плотная, чем у предыдущего, который показывал вам на упаковочке цветы. Белевский. Белевский зефир. Этот лучше. По крайней мере, это мое мнение. Вот. И здесь прям... Ну, короче, маркетинг очень хорошо постарался. Для того, чтобы купили их продукцию. Прям все расписано. Все понятно. Упаковочка привлекательна. Короче, вот по поводу этого чая. Две штуки на одну кружечку надо делать. Вот. Наш российский чай, который я заварил. Одну чайную ложку на пол-литра. И все прекрасно. Я могу пить целый день. И он такой насыщенный. Одна чайная ложка. А здесь два пакетика. Ну, одна пыль. Посмотрите. Пыль. Ну, у нас уже утро почти прошло. Я даже успел поработать. Вот. Осталось только сходить на балкон. Хотел вам показать наши виды. Ай, господи. Как же дома хорошо. Напоминаю, что неделю я провел в Сан-Пауло. Я так... Я вчера захожу домой и прям прикасаюсь к стенам. И говорю, господи, спасибо, что я вернулся сюда. Честно. И родные стены вылечивают. И от этого никуда не уйдешь. Ай, какая красота. Какая красота. Дай я вам покажу. Ай, посмотрите. Ай, наши этапы. Боже мой. Смотрите. Какое-нибудь небо. Небо. Небосик. Почему я не был, говорю? Небо. Какое небо у нас чистое. Ай, если туда посмотреть, у нас там море. Что оно даже видно. Вон он блестит. В том уголочке. Солнце сегодня прям яркое-яркое. Скорее всего, воздух прогреться до 25 градусов. Вот. Ну, слава богу. Потому что холод что-то по вечерам жуткий. Хотя я вчера, кстати, на ночь включил вентилятор. Только для того, чтобы циркулировал воздух. По комнате. Потому что я иногда задыхаюсь. Открывая окна. Иногда ночью. Не очень часто ночью у нас бывает ветер. И не вот как это сквозняет. Сквозняков нет. Не проветривается. И я поэтому включаю вентилятор. Чтобы циркулировал. Кондиционера есть. Что у нас нету? Еще. Вот. А это мой здесь сад. Это Самомбая. Ой. Самомбая. Самомбая. Самомбая красивая. На. Бонсай. Бонсай. Самомбая. Самомбай. Это вообще. Бонсай. Какой красивый. У него нету. Еще нету. Но скоро придет сезон. У него прям появляются цветочки. Белые. Малюсенькие. Малюсенькие. Но очень красиво смотрится. Их не так много. Но они есть. Вот. Это наше денежное дерево с вами. Наши денежки принесет в семью. Вот. И у меня сюда. Здесь же еще горшок стоит с аллоказией. Кажется она так называется. Короче. Или Амазония. Короче. Из амазонских лесов. Это растение. Очень неприхотливое. Очень просто. У него вон уже сдох один стебель. Уже сгнил даже. Фу. Кадость какая. Вот. Ну и расти мы хорошие. Здесь у меня орхидея. Полуживая. Это. Смотрите. Не грязно. Я обрабатываю все растения. Специальным средством купил. Где оно? Вот. Оно помогает. Чтобы листья были зелеными. Чтобы крепкими были. И насыщались больше кислородом. В целом я вот купил сколько? 14 реалов стоит. Посмотрим. Посмотрим. У меня есть другое еще средство. Его надо. Как подкормка идет. Пропорции здесь. Минеральных. Элементов. Вот. Но я очень редко его добавляю. В основном когда растение пересаживаю в нового горшка. Когда у меня там раз в неделю растение новое появится. Вот я его добавляю в подкорм. Ну. Самое главное. Что еще никто не умер. Растут. Что это? Окей. Вот. И сзади у меня здесь. Оранжерея. Я кстати уехал. И видимо роза почувствует. Что я уехал. Ее перестал беспокоить. Поэтому она начала даже бутон. У нее появился бутон. Скоро у нас будет. Прекрасный. Прекрасный. С прекраснейшей. Цветок. Вот. Это все мои. Как их по-русски-то. Типа короче кактусовые. Вот. Кто-то уже почти подыхает. Надо водичкой ему дать. Потому что в течение недели меня не было. А Филиппе сказал то что было жарко. Некоторые дни. И соответственно. Солнце наверное испилило немножечко. Обожаю вот эти. Как суккуленты. Суккуленты. Короче роды суккулентов. Вот. Это наше дерево счастья. Арварь. Дзи Филиси Даджи. Вот. Постоянно зеленое. Еще с самого Сальвадора приехало. Кстати. Вот это из Сальвадора приехало. И. Денежное дерево тоже из Сальвадора. Мы все с собой перевезли. И. А вот эти я не помню. Это тоже из Сальвадора. Но он был такой малюсенький. Малюсенький. Ну вот сейчас вот так у нас подрос. И что. А. И ананас. Мой дорогой. Здесь есть ананас. И один еще из суккулентов. И это непонятно. Как. Я даже не знаю что это. Так. Ладно. Эти. Эти ветки можно сказать что это сорняки местные. Вот. А вот это я не помню как называется. Вот такая у нас красота. А. Давайте еще раз гулянем. Какой. Ай небо. Смотрите как. Голубой и голубой. А что у нас там. А у нас там тоже горы. Это кстати район. Состоящий один из частных домов. Вот. Частные дома у нас тут. И. Это один район называется Мухэчис. И другой район называется Мея Прайя. И там в основном все расположены высокие высотные дома. В нашем небольшом городке. И там в дальнейшем. В самом деле кcasленам. Продолжение следует...